Ну что ж, Ария Рома и маленькие любители покушать, и мы с вами начинаем играть в такую увлекательную игрушечку как Факторио. Я не знаю, что мне стрельнуло в голову, но опять-таки мне очень сильно захотелось начинать новый сезон именно по этой игрушечке. И мы с вами начинаем новую игру, и по генератору карты я хотел бы выбрать железнодорожный мир только с небольшими такими изменениями. Частоту всех рут я убавлю на самый минимум, но при этом богатство я их увеличу на максимум. Это связано непосредственно с тем, что мне не очень нравятся перспективы того, что рано или поздно жила может закончиться, и мне придется из-за этого как-то выкручиваться. Соответственно, нужно будет строить какие-либо железнодорожные маршруты дополнительные и прочее. Но я думаю, что свободнее объяснить я это смогу непосредственно на самом геймплее. Ну а сейчас мне, наверное, придется еще немножечко подшаманить с ландшафтом, и я уже вернусь, когда выберу предпочтительные для меня настройки. На самом деле, я думаю, что вот этот сит с вот этой вот картой меня вполне устроит. Тут у нас, в принципе, есть все ресурсы базовые, которые необходимы в достаточном отдалении друг от друга, и практически друг с другом не пересекаются. В скалы я полностью вырубил, потому что меня это дико бесит, и с ними даже я заморачиваться не хочу, но остальные настройки, я думаю, то, что вы видите у себя на экране. И последнее, что я подшаманил, это то, что размер начальной области от кусака, он является максимальным для того, чтобы на начальных этапах нас кусаки, по большей части, не насиловали и никак не издевались от нами. Ну что ж, я думаю, то, что нам пора бы начинать. И заставочка. Да, этот самый корабль. Супер. Так, пожалуй, мы из корабля сразу все заберем. И этот корабль, в принципе, даже можно начинать разбирать полностью, потому что зачем он нам здесь нужен такой. Заодно мы с вами какие-то базовые ресурсы и получим. Я сразу хочу оговориться, что это прохождение Факторио не претендует на прохождение какого-то профессионала и аса в этой игре. Это мое прохождение, оно является полностью любительским и сделано именно на уровне моего умения. И я сразу предупреждаю, что я полностью профан в этой игре. И если вы думаете и видите, что я играю как-то не так, как вам хотелось бы, то в комментариях всегда открыты, и вы можете высказать свои предложения по этому поводу. У меня уже выполнена большая часть ачивок, исходя из того ролика, который мы делали с вами еще в январе, то есть в Факторио за 3 минуты. Но в этом ролике я бы хотел выполнить еще парочку ачивок. И одна из этих ачивок я хотел бы попробовать крафтить минимальное количество предметов с помощью рук. Но на самом деле, как это у меня получится, вы еще увидите. Ну что ж, у нас в принципе есть с вами печка, твердотопливный бур, мы можем уже с вами начинать успешненько выполнять. И первый бур нам желательно и в скором времени поставить, конечно же, на уголь. И уже нам по-хорошему нужно начинать исследование, чтобы начать производство. Давайте мы уже поставим добываться бур. Желательно мне уже начинать скрафтить второй бур. Что для этого нужно? Для этого нужно 9 пластин. А у меня сейчас их 8, к сожалению, но ничего страшного. Все, теперь 2 я бура скрафтил. И вот так вот я размещаю 2 бура, размещаю успешно в них угли. И теперь они, по идее, добывают угли друг друга и обеспечивают друг другу углем. Замечательно. Итак, все же, давайте посмотрим. Для дальнейшего развития нам нужны лаборатории. Замечательно. Для лаборатории нам нужно 36 железа и 15 меди. Это руками задолбаешься набирать, поэтому, мне кажется, самый необходимый вариант это парочка печей и 2 бура на туда и туда. Хорошо. Но для этого, опять-таки, нужно вручную добыть немножечко камня. Ну а теперь мне предстоит добыть немножечко железа, для того, чтобы у нас были первые пластины. Несмотря на то, что я поставил пережариваться в печку, мне приближнее приходится добывать большую часть этих пластин вручную. Я сразу решил себе скрафтить бойлер, для того, чтобы все это у нас производство пошло максимально быстрым образом. И сразу я предлагаю скрафтить уже бур первый наш, который у нас пойдет целенаправленно на железо. К сожалению, у меня уголь уже успешно закончился, но ничего страшного, у нас там, по идее, 2 бура, должны были добыть уже большую часть. По идее, железо мы уже можем не добывать, у нас железо идет полностью в автоматике. Теперь мне нужно накопить 31 железо минимум на первый наш бойлер и на первый наш непосредственно лабораториум. Помимо него нам еще потребуется немножечко меди. Как минимум я предлагаю заморочиться с вами уже, поставить твердотопленный бур вместе с печкой еще и на медь. Пока вот это вот маленькое наше меди-добывающее предприятие я затопил непосредственно деревом, потому что, в принципе, других материалов у меня пока что нет. Вот, я хотел бы отслеживать вот это вот достижение, ленивый засранец, я хотел бы выполнить его в возможности. Если у меня не получится, то ничего страшного, конечно же, но все-таки хотелось бы. И по-хорошему, наверное, большую часть ачивок я бы хотел выполнить здесь, вот сейчас. Так, паровой двигатель у нас почти скрафчен и мы уже приблизились, в принципе, к нашей искомой цели. А вот тут замечательно, мы с вами набрали ингредиентов на наш первый паровой двигатель и нам осталось лишь самое малость для того, чтобы скрафтить нашу первую лабораторию. Ну и, в принципе, на самом деле, мы 10 вот этих колбочек мы с вами прямо сейчас можем скрафтить. И первое, что я хочу изучить, это автоматизацию для того, чтобы выполнить вот эту вот нашу ачивочку. А также не стоит забывать то, что нам потребуется скрафтить еще и насос для того, чтобы снабжать нашу станцию непосредственно водичкой. Мы крафтим с вами лабораторию, при этом у нас прогресс очень быстро скачет, к сожалению. Я надеюсь, что мы все-таки уложимся и бежим поближе к воде, потому что у нас особо другого выхода нет. Так, ставим здесь с вами насос. Вообще без разницы, как он будет стоять. Все, замечательно. Мы практически, кстати, с вами упёрлись в этот лимит. Мы ставим, получается, здесь сразу с вами бойлер. Запитываем этот бойлер максимальным количеством воды. Блин, я забыл важную вещь. Нам нужно скрафтить обязательно лэп, потому что без этого всего работать не будет. Лэп мы с вами скрафтили, мы здесь ее поставили и сразу здесь мы ставим лабораторию. И получается, в лабораторию сразу мы закидываем вот эти вот исследовательские пакеты и ждем, когда у нас автоматизация вот этого завершится. Ребята, я сделал, наверное, глупость. То, что лишние крафты делал. Возможно, эта ачивка у нас запохабится. В том смысле, что нам же не хватит на то, чтобы скрафтить непосредственно вот эту автоматизирующую станцию. Возможно, я сделал глупость, когда лишний раз скрафтил, допустим, вот это вот производство меди. Ну что ж, посмотрим, хватит ли мне оставшихся 6 единиц для того, чтобы скрафтить непосредственно автоматизированную станцию. Хотя должно, я думаю. Все замечательно, мы, получается, эту автоматизацию завершили. Для следующих я не буду спешить. Да, мы с вами не справимся с сборочным автоматом. И получается, с этой ачивкой, да, она не выполнена. Ну что ж, пройдет. И получается, в эту ачивку мы с вами не выполнили. Ну, куда деваться. Зато меньше геморроя у нас будет с вами при этом прохождении. Зато я остальные попробую ачивки выполнить. Надеюсь, у меня хотя бы остальные ачивки получатся. Так, получается, мы лишним скрафтили вот эту вот часть. В принципе, железо, вот эти вот два крафта. И получается еще лишнее крафтное железо. То есть мы сразу должны были скрафтить вот эти вот базовые вещи. И на них, в принципе, это все завершить. Ладно, ничего тут не попишешь. Ну, в принципе, раз мы эту ачивку уже не выполнили, то экономить, я думаю, нет смысла. Сразу крафтим кучу лэб. Да, сразу крафтим еще немножечко труб. Делаем вот такую вот нехилую конструкцию. Занемением пока особого количества ресурсов делаем пока что вот так. Сразу подключаем лэб сюда, какие имеем. Пока лучшего варианта у нас все равно нет. Давайте вот эти вот лэб, которые у нас есть с вами, проведем поближе к нашей базе. Первым делом я бы хотел, наверное, скрафтить вот эти вот наши буры. И поставить их уже на производство непосредственно угля. Потому что уголь, мне кажется, нужен будет в основных количествах и в максимальных количествах. Как минимум для того, чтобы спонсировать весь наш завод электричеством. Так, и первый, получается, я наш бур крафчу. Вместе с ним я скрафчу, наверное, наш первый железный сундук. Вот так вот давайте бур поставим. Занемением лучшего варианта мы его будем питать именно вот таким вот образом. Я понимаю, что это пока что тупой самый вариант, который мы можем предоставить. Но, тем не менее, уголь у нас уже пошел замечательно. А вот эти вот твердотопленные буры я лучше поставлю вот сюда вот у нас на камень. Чтобы хотя бы вот в минимальных, но количествах он у нас здесь добывался. И тоже пусть вот это все сладируется у нас в сундучок. И, в принципе, вот такого количества камня нам должно хватить. Так, у нас сейчас здесь, в принципе, есть местечко небольшое такое. Я бы хотел попробовать организовать небольшое такое производство в конвейерах. И для конвейеров, получается, мне нужны лишь две вещи. Железные шестеренки. Допустим, железо я буду поставлять сюда. А здесь, в заводе, я буду делать непосредственно шестеренки. Хотя бы вот в таком вот ограниченном режиме. И, получается, через сундук у меня будет попадать все сюда. И здесь я поставлю буферный сундук для наших шестеренок. Для того, чтобы в случае чего здесь копился необходимый нам буфер. Манипулятор необходим мне еще парочку скрафтить, для того, чтобы все это было максимально хорошо. Да, нужно уже начинать непосредственно производить железо в космических масштабах. Но, к сожалению, пока мы имеем, что имеем, опять-таки. Да, и сундучок непосредственно с всем вот этим складируемым. Я ставлю вот сюда вот. И пока, я думаю, одной строчечки мне хватит за глаза. И то не факт, что мы ее всю скрафтим. Опять-таки, потому что нам нужно это все железо. Добываем вручную и пытаемся наладить производство. Мне сейчас нужно хотя бы бура 4, скажем, для того, чтобы все это наладить. А дальше посмотрим. И сразу буду тогда делать переплавочный цех. Все, и получается, скрафтил наш первый бур. Он работает явно эффективнее, чем тот бур, который у нас был до этого. И поэтому пока что мы можем им и пользоваться у нас. Надо посмотреть, как дела у нас с медью. А с медью у нас все замечательно. Она даже успешно добывается. Почти 100 штучек мы с вами добыли. И это замечательно. Пусть пока она складируется. Тем более, что пока что она нам не нужна в таких вот громадных масштабах, как, например, железо, то же самое. Пока я не могу точно сказать, как именно у меня пройдет вся база. Но основываясь на том, что здесь железо, здесь медь, у меня, в принципе, должна, получается, шина, главное, идти вот здесь вот. И пока, я думаю, временный вариант печек, он все равно переедет в любом случае куда-то. Размещать, скажем, где-то вот здесь у нас есть для этого местечка. Тем более, что недалеко от угля и от железа. И начнем планировочку нашу. Ребята, я распланировал тут все. Я уже подумал, что все, да, замечательно. Все это замечательно будет работать. Но я не учел одного момента. То, что мне не хватает базовых таких вещей. Например, вот эта вот логистика. А на ее производство нам нужно как минимум 20 пакетов. Но, в принципе, вот это вот маленькое производство я здесь распланировал. Я надеюсь, что сейчас у меня получится сделать необходимое все количество. И сейчас мы будем ждать, пока у нас логистика изучится. И пока мы не начнем делать все эти необходимые вещи. К сожалению, у меня закончилось электричество. И в связи с тем, что в нашем бойлере очень успешно закончился весь уголь. И мне придется делать вот такой вот буферный сундучок с манипулятором. И пока, получается, у нас будет работать манипулятор. Получается, будет работать наш бойлер. Получается, весь уголь он у нас будет закидывать вот сюда. И я очень сильно надеюсь, что вот этого вот угля нам хватит достаточно додолгое количество времени. Как минимум, этого времени должно хватить для того, чтобы я успел протянуть вот здесь вот большую линию конвейеров. Для того, чтобы питать все это наше дело. К этому времени уже успела выполниться логистика. И пока следующее изучение я ставить у нас успешно не буду. Все, у нас уголь уже начал заполняться в нашей печке полностью в автоматическом режиме, что мне безумно нравится. И получается, наши печки уже должны в автоматическом режиме уже все переплавлять. Все, у нас начало железо наше складироваться. И все у нас замечательно. И получается, как только я здесь разветвитель поставлю ту вещь. Все, у нас уголь пошел сюда. И получается, мы полностью завершили вот этот вот цех наконец-таки по переплавке. Правда, нам немножечко сейчас не хватает наших буров, но это уже дело второстепенной важности. Самое главное, что у нас сейчас уголь сюда пойдет, и вторая наша ветка начнет успешно переплавлять все железо, которое у нас имеется. Не особо важно, на самом деле, на этом этапе, как много сюда ресурсов добывается. Главное, что наши печки здесь у нас работают, и это, на самом деле, уже хороший такой и важный шаг в нашей основной работе. Сейчас вот это вот все добытое железо можно отнести на создание конвейеров, и уже начинать прокладывать угольную вот эту вот веточку непосредственно к нашему бойлеру, для того, чтобы у нас с ним не было особо таких проблем. И все, у нас получается непосредственно есть буры, которые будут производить сугубо уголь для нашего непосредственно электричества. А сейчас у нас вот эти вот огоньки мигают только потому, что у нас электричество это пропало. Сейчас я загружу в этот бойлер непосредственно уголек в ручном режиме, и чтобы последствий такого не было, я сюда поставлю твердотопленный вот такой вот манипулятор. Вот здесь у меня стоит с тем расчетом, что если, допустим, случится вот такая же ситуация, но, допустим, на линии будет непосредственно вот такой вот уголь, то он будет заправлять себя и бойлер без использования той же самой электроэнергии, как делает это вот такой вот обычный манипулятор. И получается, мы все, энергия обеспечена, и даже, мне кажется, этого хватит у нас очень даже надолго. Все, сейчас мне придется, наверное, подкопить большую часть ресурсов, для того, чтобы впоследствии уже начинать планомерное развитие. По-хорошему, мне примерно такой же цех придется сделать по производству меди, но пока я могу только наращивать ресурсы, в плане того, что, например, сейчас буду создавать буры, и увеличивать производство непосредственно руды, для того, чтобы увеличивать производство железа, которое сейчас нужно просто в каких-то конских масштабах. По-хорошему, мне, наверное, надо начинать производить разведку, для этого я поставлю сейчас парочку радаров. Радар же у нас будет кушать какое-то гигантское количество энергии, но он нам позволит хотя бы примерно разбросать черчеж тех-тех владений, которые мы в данный момент имеем. И пусть он здесь успешно работает и развивается, естественно. Помимо всего прочего, я производство лент, которые у меня здесь вот производились, принес вот в эту нашу часть, для того, чтобы постоянно не забрасывать сюда железные вот эти вот наши пластины, и для того, чтобы все у нас поступало сюда сугубо в автоматическом режиме. И теперь, благодаря тому, что у меня железных плист этих просто навалом, я могу себе позволить в полной мере разгуляться. Ну и я уже, в принципе, начинаю заканчивать производство медных пластин полностью в автоматическом режиме. То есть я разместил здесь большое количество печек. В принципе, цех по переплавке у меня практически такой же, как и там. Имеется в виду то, что у меня стоит здесь вот буквально две простых печки, через каждую вот такую вот деревянную опору лэп. И так у нас идет практически до самого конца. Здесь он также все завязан, опять-таки, на электрических бурах, и сейчас бы я хотел бы посмотреть производство у нас энергии, в принципе, практически впритык. И я боюсь то, что в скором времени мне придется строить еще парочку таких же наших паровых бойлеров. Все, по идее, теперь уголь сюда идет успешно, опять-таки, от наших тех источников. Вполне этого хватает. И медь у нас тоже, получается, в автоматическом режиме сюда загружается в наш сундучок. Ну а уже потом, когда мы будем, опять-таки, делать и транспортную магистраль, и все на свете, то у нас все заработает непосредственно в нужном объеме и нужном режиме. Мы с вами уже, на самом деле, начинаем испытывать нехватку по электроэнергии и чтобы вот этих вот проблем с обеспечением не было, я построил еще здесь один бойлер. И здесь сделаны они непосредственно таким расчетом, потому что один бойлер на два вот таких вот паровых двигателя. Несмотря на то, что здесь все-таки пишет мало питания, все с питанием у нас замечательно и нормально. Дальше идет у нас вот такая вот небольшая перемычка в виде, скажем, паровых труб. Вот такая вот небольшая перемычка у нас ведет в три тайла, и дальше у нас здесь, опять-таки, идет бойлер. Можно было бы их размечать компактнее, но я хочу сделать такую компоновку, чтобы в случае чего здесь персонаж мог бы спокойно передвигаться. Даже, я думаю, у меня, в принципе, хватает еще на пару бойлеров, и давайте с запасом сейчас сделаем их. Получается, все манипуляторы я успешно здесь поставил, и получается, последний штришок здесь вот такую вот подземную трубу я ставлю, и все. Вот эти вот наши, получается, все бойлеры успешно работают и производят там гигантское просто количество электроэнергии, которое у меня хватит, наверное, за глаза. Получается, я сейчас полностью завершил оформление нашей специальной такой технологии по разведке нашей территории, а именно то, что вот здесь у нас в четырех точках примерно получается квадратик, который исследуется нашими вот такими вот маленькими сканерами. Это позволит мне примерно разметить границы нашей будущей базы и примерно посмотреть, что у нас будет происходить. И пока наши радары будут успешно у нас все отслеживать, я смогу примерно распланировать хотя бы план, как будет устроена наша база. И все-таки я вижу то, что тут большое, достаточно удобное пространство, где мы можем пустить главную шину, поэтому пускай вот здесь вот у нас сверху у нас и будет, даже можно чуть пониже ее сделать. Вот здесь вот примерно у нас будет место по переплавке железа, я думаю, что вот такого вот куска нам хватит. Вот здесь вот будет место по переплавке всякого рода медиа. Ну примерно я начал заполнение нашей главной магистрали, главной шиной нашей базы. Здесь у меня будет, получается, ряд с медью, здесь получается железо, дальше пойдут микросхемы и прочие ресурсы. Это будет расширяться уже по мере необходимости, но главное, чего я хотел сейчас добиться, это непосредственно того, что у нас на магистрали уже есть наше железо и медь в непосредственно зачаточном состоянии, что уже неплохо. В принципе, медь я пока что перемешиваю вот таким вот образом, возможно, дальше у меня пойдет в эту сторону магистрали. Я пока особо не представляю, как именно это будет заполнено, пока что это выглядит непримерно вот так. И главное, чем непосредственно я бы хотел заняться сейчас, это производство красных пакетов. Для этого нужно всего две вещи, это непосредственно медь и шестеренки, это вообще изичные вещи. Давайте сейчас скажем непосредственно сейчас разделители. Вот из первого нашего ряда будем брать медь и попытаемся ее сейчас отвести вместе непосредственно с железом нашим. Железо заодно мы тоже сразу же будем отсюда выводить куда-нибудь туда вверх. Я решил то, что у меня здесь еще одна будет линия конвейеров, я пока что не придумал для чего именно она здесь будет. Но ладно, пусть лежит на всякий случай, на всякий резервный случай. Так, отсюда же мы забираем железо и тоже туда куда-нибудь наверх мы его несем. И вот эти вот наши линии, получается, идут сугубо для наших конвейеров. Все, получается у меня теперь все готово и получается здесь у меня выходит железо, здесь у меня выходит медь. Железо мы сразу, получается, кидаем на производство наших непосредственно шестеренок. И опять-таки, учитывая тот факт, что в процессоров мне потребуется впоследствии гигантское количество, и я тут разместил все непосредственно с тем учетом, что этого количества будет достаточно много. Здесь у меня впоследствии возможно еще разместится ряд вот этих вот сборочных манипуляторов, в которых будут производиться непосредственно вот эти вот красные пакеты. А здесь у нас все непосредственно вот эти вот 8 сборочных автоматов нацелены на то, чтобы собирать непосредственно вот эти вот наши шестереночки. осталось лишь дело за малым и подключить сюда электричество. В общем, мы, получается, электричество сюда подключили. Можем наблюдать то, что наши манипуляторы начали производить шестеренки. Пошли на конвейеры и наши конвейеры начали засылать непосредственно все необходимое в наши сборочные автоматы. А сборочные автоматы, если правильно понимаю, начали производить пакеты. Замечательно! И давайте я сразу скажу, чтобы все вот эти вот наши пакеты засовывались в нашу хотя бы исследовательскую лабораторию Пусть хотя бы в вот таком вот полуавтоматическом режиме будут Кто-то производит у нас исследование А ну это значит, что мы можем теперь полностью изучить все исследования Которые касаются красных вот этих вот наших пакетов Практически в автоматическом режиме Но я думаю, что на такой прекрасной ноте Можно завершать постепенно эту серию Всем спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда, ваш поклонный слуга Мамору Еще услышимся Ну а дальше только интересней